Всем привет! С вами ВКИНО! Сегодня мы разберем сюжет криминального боевика 2011 года «Сопровождающий». Рэй Брэдстон, отсидевший в тюрьме 7 лет за ограбление, не может дождаться дня освобождения и дает тумаков слишком навязчивым зэкам. Через несколько дней Рэй забирает свои вещи и покидает наконец стены тюрьмы, а надзиратель предупреждает мужчину, что большинство освобожденных вскоре возвращаются за решетку. Филипп Лару встречает Рэя и предлагает подвезти приятеля, с которым они в тот злополучный день ограбили банк, когда только одного Брэдстона схватили копы и посадили в тюрьму. Рэй не сдал своих подельников, хотя Лару и подставил его. Тем не менее, Брэдстон все еще злится на приятеля, он садится за руль машины Лару и уезжает без него. Добравшись до города, Рэй с нетерпением ждет встречи со своей женой и дочерью, твердо намереваясь завязать с преступным прошлым. На следующий день Брэдстон приходит в дом своей бывшей супруги Слим, которая совсем не рада видеть мужчину. Вскоре появляется его дочь Салли, однако девушка также не рада видеть папашу после семи лет отсутствия и отказывается разговаривать с ним. Рэй понимает, что жену он никогда не вернет, однако он не теряет надежды восстановить отношения с дочкой и вновь пытается заговорить с ней в школе, правда с тем же результатом. Брэдстон замечает двух дерущихся школьников и разнимает ребят. Мисс Миллер, классный руководитель Салли, благодарит мужчину. А узнав, что он отец ее ученицы, предлагает Рэю сопровождать класс в двухдневной поездке в исторический музей Нового Орлеана. Безработный Рэй тут же соглашается, надеясь также пообщаться по дороге с дочкой, а Салли сильно раздражается, услышав это. Вечером Лару приходит домой к Рэю и предлагает приятелю в качестве первоклассного водителя поучаствовать с надежными ребятами в ограблении банка, где они собираются взять хороший якуш. Рэй приходит в бешенство, так как исключительно по вине Лару он провел за решеткой долгих семь лет. И едва не бьет незваного гостя. На следующий день Рэй снова приходит в дом к Слим, которая нежно обнимается со своим новым женихом Марвином Эдмоном. Брэдстон просит женщину помочь ему восстановить отношения с дочкой, однако та отвечает, что Салли очень злится на него, и вообще для начала ему нужно найти себе приличную работу. Рэй следует совету Слима и пытается устроиться на работу в несколько разных организаций, однако ему все отказывают из-за криминального прошлого. Через несколько дней Брэдстона ждет еще более неприятное известие. Вернувшись домой после очередного неудачного собеседования, мужчина с ужасом видит пожар, в котором сгорела его квартира и все немногочисленные вещи бедолаги. Полностью отчаявшись, Рэй соглашается присоединиться к банде Лару в качестве водителя, но только на одно ограбление. В назначенный день грабители подъезжают к банку и велят Рэю ждать их в машине. Однако Брэдстон замечает, как класс дочери садится в экскурсионный автобус, понимает, что если его поймают копыть, то снова надолго засадят за решетку, и он никогда больше не увидит Салли. Рэй уверенно открывает дверцу, выбрасывает ключи от машины в кусты и направляется к автобусу. Брэдстон присоединяется к школьникам в качестве сопровождающего, несмотря на жаркие протесты дочери. Тем временем грабители набивают полную сумку денег и запрыгивают в машину, вот только в ней не оказывается ни Рэя, ни ключей. Делл хватает сумку с деньгами и бежит сломя голову, заслышав вой полицейских сирен. Неуклюжий грабитель спотыкается о сумке школьников, и сумка с деньгами тут же теряется среди них. Бандитам приходится бросить деньги и убежать, так как копы уже близко. Деллу сегодня конкретно не везет. Выбежав из-за автобуса, он попадает под колеса полицейской машины и получает многочисленные травмы. Лару и Голди угоняют тачку и бросаются в погоню за школьным автобусом, где оказалось сумка с награбленными деньгами, но не справляются с управлением и на полном ходу влетают в фургон. Два детектива пытаются допросить Делла в больнице, однако тот отказывается говорить. Тем не менее, доверенный источник сообщает копам, что сумка с деньгами находится в школьном автобусе. Через несколько часов школьники, наконец, добираются до музея динозавров. Мисс Миллер очень огорчается, узнав, что их гид заболел. Тогда Рэй сам вызывается провести экскурсию для ребят. Брэдстон, который прочитал сотни книг в тюрьме, много знает о динозаврах и с удовольствием рассказывает об этом ученикам. Вот только Лару и Голди настигают Рэя в музее, так что сопровождающему приходится отправить школьников обратно в автобус. Рэй заходит в туалет, где подельники уже дожидаются его, и доходчиво объясняет грабителям, что он твердо решил завязать с криминальной жизнью. Избитые Лару и Голди отвечают, что им не нужен Брэдстон, однако они настаивают, чтобы мужчина помог им найти сумку с деньгами, которая оказалась в автобусе. Услышав это, Рэй сам садится за руль школьного автобуса и быстро довозит ребят до следующего места экскурсионной программы. Пока школьники осматривают окрестности, Брэдстон находит сумку с деньгами. Рэй звонит подельникам, чтобы те забирали поскорее награбленные деньги, однако дорогу им преграждают появившиеся детективы. Бандиты убегают от копов и вскоре оказываются в убежище своих знакомых мексиканских гангстеров. Лару просит помочь вернуть украденную сумку, обещая поделиться с мексиканцами. Вскоре Рэй привозит школьников к отелю, где они должны провести ночь перед тем, как двигаться дальше. Подельники отказываются забирать сумку с деньгами около отеля, где их могут ждать копы, и велят Рэю вечером принести награбленное в тайное убежище. Брэдстону наконец удается провести время с дочкой, сначала посетив музыкальный магазин, а затем пообедав в кафе и довольно дружелюбно пообщавшись с Салли. Тем временем детективы добираются до отеля, где спрашивают у мисс Миллер местонахождение Брэдстона, которого подозревают в ограблении банка. Вернувшийся Рэй вовремя замечает копов, объясняет Салли ситуацию и просит дочку принести из его номера сумку с деньгами. Отец благодарит Салли, которая тут же возвращается в отель к одноклассникам. Однако Лару и Голди уже поджидают девушку и похищают ее, уверенные, что Брэдстон решил кинуть их. Лару по телефону велит Рэю принести сумку с деньгами в тайное убежище, обещая взамен вернуть ему дочь. В назначенном месте Брэдстона уже ждут разъяренные мексиканские гангстеры, однако огромный Рэй легко разбирается со всеми отморозками. Разъяренный Брэдстон звонит Лару и угрожает стереть его в порошок, однако подельник утверждает, что вышла накладочка и назначает новое место на кладбище для встречи и обмена. Рэй берет такси и вскоре добирается до кладбища, где подельники наконец выполняют свое обещание и возвращают отцу похищенную дочь. Салли возвращается в отель, где за каждым движением школьников следят прибывшие полицейские. Девушка, понимая, что отцу угрожает смертельная опасность, уговаривает троих одноклассников помочь ей. Пока один из парней отвлекает копов взорвавшейся петардой, остальные сбегают из отеля. В то же время Лару, угрожая Рэю стволом, привязывает мужчину к стулу и велит выдать, где находится сумка с деньгами, так как Брэдстон подсунул им сумку одного из школьников. Лару несколько раз сильно бьет пленника, но тот отказывается отвечать на вопросы бандита. Салли с одноклассниками отслеживают местонахождение отца по его телефону, угоняют школьный автобус и вскоре добираются до нужного места, думая, как они могут помочь Рэю. В то же время Брэдстону удается тайно набрать на телефоне номер знакомого ведущего на радиостанции, после чего все разговоры бандитов транслируются в прямом эфире. Салли сообщает полиции, где бандиты держат ее отца, и вскоре копы прибывают на место. Полиция арестовывает Лару и Голди, а Рэя признают невиновным, так как в момент ограбления он находился в школьном автобусе и полностью вернул украденные бандитам деньги. После случившегося Брэдстону удается наконец наладить отношения с дочерью и начать новую жизнь. Как вам фильм сопровождающий? Поделитесь в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!